Когда-то этот шахтер был символом города. Теперь шахты затоплены, большинство предприятий остановлены, а люди выживают в аварийных домах без коммуникации и транспортного сообщения. По дороге обилия гаишников, пожарники. Оказалось, что перевернулся бензовоз на повороте. Но прежде чем мы начнем наш рассказ об этом месте, я хочу представить вам очень интересный канал. Мы прокатимся защищенный узел связи С тип А. А если быть конкретным, территорию 121-го отдельного противоракетного центра. Главное, чтобы сохранилась функциональность окружающих органов. Я бы, наверное, не узнал про это место, если бы не фильм «Хардкор». Здание на самом деле очень такой необычной архитектурной концепции. Науке до сих пор неизвестно, что заставляет людей встать в 4 утра, чтобы полностью задокументировать все спуски, все трассы. И ехать учить себя вело-туризмам. Осенью 2016 года по дороге в Псковскую область я побывал в Мелидово, городе, гордо называвшемся в советские времена городом шахтерской славы. Тогда, проехав по его окраинам и посмотрев на лежащие в руинах предприятия, закрытые шахты и раскинувшиеся вокруг шахтерские поселки, где люди выживали без элементарных бытовых условий, я решил вернуться туда, чтобы отснять жизнь русской глубинки всего в трех сотнях километрах от столицы. И вот в декабре 2016 года, почти перед новогодними праздниками, я снова приехал туда. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степл. Я нахожусь недалеко от Москвы, относительно недалеко, за 300 с небольшим километров, в так называемом мертвом городе, шахтерском городе Нелидово. В 1901 году на Московской Виндавской железной дороге, теперь Рижское направление Московской железной дороги, была открыта станция Нелидова, названная в честь старинного дворянского рода Нелидова. Именно она и дала начало строительству небольшого поселка. Со временем возле станции начала развиваться торговля. В поселке появилось деревообрабатывающее производство, в 1929 году Нелидово стал райцентром, а в 1937 году в Нелидовском районе начались серьезные геологические изыскания. И к началу 1939 года была заложена первая угольная шахта. Приехали мы немного поснимать об истории этого города, о его жителях. Интересно, что у Террикона во множестве присутствуют вот такие вот землянки-неземлянки. Сейчас попробую добраться до одной из них. Глубина снега здесь, конечно, дай бог, чтобы не выше сапог. Похоже, это просто было что-то типа погреба у подножия Террикона. Сейчас все это заварено снегом. На заднем плане видно территорию, где остались какие-то сооружения. Была когда-то раньше шахты. Сейчас там ведется деревообработка, работает деревообрабатывающее производство. Я так понимаю, что сам город выживает сейчас фактически за счет именно деревообрабатывающего производства. А с работой здесь как? У меня муж, он не вылезает с Москвы, он там работает на пилораме тяжело. Потому что здесь нередовую работу найти нереально так, чтобы хватало наше. Здесь, по-моему, деревообрабатывающее производство в основном сейчас. Ну, держатся, да. Ну, получают там те, кто давно работают. Остальные предприятия так, выживают. Большинство домов здесь типовой застройки после военного периода. Двухэтажные дома с печным отоплением. Судя по информации в прессе, существует программа по расселению этого шахтерского городка и переселению жителей в новые дома. Но, судя по тому, что мы видели, приезжая по улицам Нелидова, пока во всех этих домах живут люди. Везде видно занавески. Какая-то обстановка внутри. То есть все эти дома сейчас жилые. А то, что была информация от администрации города о том, что проект по расселению старых домов до 2017 года должен быть реализован, это все только на бумаге? Нет. Они, как и они, его реализуют. Они строят дома. Но в порядке том расстеляют, кто встал на очередь до 2012 года. А те, кто позже? А все, мы уже ждем, неизвестно. То есть, как они говорят, программа, наверное, с мороженой или что. Неизвестно, сказали. Живите и ждите. И вот какие виды открываются с вершины этого террикона на сам шахтерский городок. Послевоенный период ознаменовался бурным развитием района. Строились шахты, объекты социальной инфраструктуры и жилье для шахтеров и их семей. 24 марта 1949 года рабочий поселок Неледово получил статус города. В этот же период в районе активно развивается промышленность. Строятся деревообрабатывающие и мебельные производства, асфальтовые кирпичные заводы, комбинат ЖБИ, станкостроительные заводы, мясокомбинат и прочее. Пройдемся пока по улицам городка. Посмотрим на эти двухэтажные послевоенные постройки дома уже не с вершины террикона, а непосредственно проходим их по улицам. Ну вот интересно видеть. Например, в этом домике вполне себе стоят новые стеклопакеты. Как я уже говорил, отопление печное, поэтому вокруг домов масса сараев, в которых можно видеть запасы дров. И вот тут вот еще можно видеть, что газа магистрального здесь нету, а газовые баллоны закрывают вот в такие вот металлические шкафы. Скорее всего, у каждой семьи, на каждую квартиру отдельно установлены свои баллоны. Мы относимся к городу по документам, они нас внесли в черту города, чтобы брать тарифы все как в городе, все как положено, чтобы все было. А по сути... В этом крыле здания когда-то был магазин продукта. Интересно, кстати, посмотреть, похоже, что этот дом вообще заброшенный. И машина вот в таком состоянии, брошенная. А сообщение здесь транспортное что-то ходит? Частная компания, у нас единственная в городе, занимается транспортным сообщением. Поэтому, я даже не знаю, говорить не говорить. Плохо. У нас плохо с этим. Мало того, что именно на нашу шахту почему-то сделан завышенный тариф. Если по городу 17 рублей маршрутка стоит, то к нам 25. Они, наверное, считают, что у нас как рублевка здесь. Мы, наверное, олигархи одни собрались. Никуда мы детей отправить не можем. Мы сами в город ходим пешком. Когда-то тут был магазин. В том числе продажа газа в баллонах. Сейчас это все заброшенное здание. Первый встретившийся на пути абандончик. Пост перестроечные 90-е стали тяжелыми временами и для невидовым. Одна за другой закрываются шахты. Полностью парализованы промышленные предприятия, большинство из которых банкротится. В 1996 году добыча угля прекратила последняя шахта. Ну что же, посмотрим местные абандончики. Вот здесь находилась кухня с печным отоплением. Скорее всего, и готовили здесь тоже на печи. В погребе стоит вода. И что интересно, перед подъездом тоже не замерзает вода. Кстати, перекрытие здесь обрушилось. Вот это, канализацию откачивают. То есть у нас нет ни канализации здесь, ничего. Никаких коммуникаций, очевидно, здесь нету. Отсюда доступен выход на крышу. Здесь был пожар в этом помещении. Центр Нелидова, дом культуры. Здесь, очевидно, администрация города. У Ленина шикарный иракез и эпалет. Экстремальная съемка в ночных условиях дома культуры. На самом деле здание красивое. Такая колоннада вдоль фасада здания. На самом деле смотрится действительно красивая архитектура. За 50 лет Нелидовские шахты дали стране 30 миллионов тонн угля. Протяженность горных выработок составила 300 километров. Редактор субтитров А.Семкин